независимый политолог дмитрий орешкин присоединяется теперь к нашему эфиру дмитрий борисов здравствуйте добрый вечер здравствуйте ну вот призыв этот к путину признать независимость республика востока украины что это по-вашему было то что российский президент описал когда-то словами держать запад в известном напряжении просто одни политики мы видим говорят о продолжении дипломатических усилий сам путин тоже об этом говорит а вот парламентарии один из них был сейчас в нашем эфире рубят с плеча ну парламентария не всегда немножко популисты или немножко популисты у них работа такая я думаю что в принципе это хорошая новость вот какому поводу раз пытаются контролировать держать в подвешенном состоянии не столько запад я думаю что запад не так сильно переживает насчет принадлежности этих самых отдельных районов донецкой и луганской областей а держать на в подвешенном состоянии на привязи господина зеленского потому что если это явление произойдет туда лично по зеленскому будет нанесен серьезный имиджевый удар его сразу украинская патриотическая общественность обвинит в том что он самого начала был агентом кремля и так далее и и для зеленского это будет серьезная проблема не уверен что это будет катастрофическая проблема для украины потому что ну предположим зеленский утратит популярность и проиграет следующие выборы выбрать седьмого по счету президента и будут жить дальше другой вопрос что если это сделать признать то насколько мы знаем модель политического менеджмента на украине несложно найти горячих ребят которых можно в темную использовать через своих агентов для того чтобы они организовали добробаты и кинулись там воевать эти ну как их называть сепаратистки а правильнее было бы назвать и религентистки и реденты это когда сепаратизм поддерживается ближайшим соседом и религентистские регионы чтобы настоять на украинской правде и вот здесь то потирая передние конечности российские силовики пойдут защищать те самые 700 тысяч русских граждан о которых только что было сказано но я думаю на украине дураки живут и это понимаю а хорошая новость заключается в том что раз переключились на игры с днр лнр значит наверное немножко разочаровались возможности давить на украину с помощью вот так ансамбля песни и пляски имени господина шойгу вдоль украинской границы есть такая довольно слабая надежда что испытав там достаточно серьезное сопротивление и консолидированного запада нато и украины и всей мировой общественности все-таки военную акцию решили не проводить и вот в этом смысле перебросились на днр лнр как компенсацию за в общем-то очевидное поражение владимира путина потому что он начинал эту историю три месяца назад под гром барабанов сейчас как вроде она пришла но если не к тупику то к некоторому торможению хочется надеяться я еще раз хочу сказать что путин такой человек от которого можно ожидать всего и в любой момент и самого неожиданного как раз и любят действовать неожиданно ну да но вряд ли наверное владимира путина ждут что он именно там 16 февраля в 4 часа утра как об этом сообщают многие западные сми совершит вторжение это как раз это как раз довольно удачный мне кажется пропагандистский ход в информационной войне со стороны запада но просто неприлично будет 16 числа нападать это что же байден сказал он пошел дня на три в любом случае надо тянуть я думаю раз каждым днем этот риск уменьшается а что касается принятия независимости или суверенитета то ведь на самом деле ты вот это чисто пропагандистский ход потому что признает россия не признает россия может еще волна то какая-нибудь признает реальный дипломатический статус этих территорий не изменится и торговый статус не изменится российский рынок для них было так открыть конечно это некоторые смыслы даст ну некоторую некоторый всплеск энтузиазма который довольно скоро растворится потому что там уж больно дмитрий вот как раз по поводу энтузиазма депутата госдумы сегодня особенно активно высказывается от имени всего российского народа и перед вами господин водоладский был рассказывал что буквально их не на коленях умоляют присоединить отдельные районы донецкой и луганской областей вообще по вашему нас минута буквально остается насколько может воодушевить такая новость как признание независимости днр и лнр так называемых широкие народные массы в россии если в россии то ненамного да особенно с близкие соседи откуда товарищ гимнел водоладский собственно и происходит может быть там действительно для них это проблема родственные связи друзья знакомые и так далее а для большой россии все-таки гораздо важнее к сожалению или к счастью 13 зарплата это не будет эффектом крыма потому что крым как бы упал с неба как подарок а здесь люди начнут подумать что опять платить за это не будет такого победоносного шума и грома какой был в четырнадцатом году митрий борисович еще буквально совсем коротко какими могут быть финансовые издержки в случае развития событий вокруг этих республик если их признают это серьезные санкции санкции из ада как обещали за океаном или же все-таки более мягкий сценарий буквально 30 секунд нет конечно это не санкции за да санкции за да это про танки в данном случае танков нет и запад будет за ухом чесать задней ногой решать это вторжение или не вторжение да вроде как это нарушение баланса но ведь танков нет поэтому усилятся позиции условных голубей типа германской позиции ослабнут позиции условных ястребов типа британского истеблишмента я думаю что именно поэтому владимир путин и оставил себе такую опцию кстати говоря очень важно что решение думы на самом деле ничего не значит потому что решает известно кто известно где решает владимир владимирович путин находящийся в кремле а этот документ государственной думы как будто кто-то сомневался что в любой момент эта дума примет подобный документ такой какой нужно а вот будет ли кремль от реализовывать это вопрос на засыпку что ж спасибо в эфире артвей был независимый политолог дмитрий орешкин говорили о решении депутатов госдумы которые сегодня поддержали обращение к владимиру путину с просьбой признать независимость сепаратистских республик востока украины так называемых днр и лнр украины украина и украина и украина и Продолжение следует...